Мы на своих курсах опробировали очень классный формат и хотим поделиться с вами. Формат именно хакатона, который не занимает большого количества времени на подготовку и на проведение, но дает очень классные результаты. Ну, мы еще делаем хакатон, поскольку это программа обучения, то это сборная команда из разных университетов, робы, проекторы по учебной работе, руководители УМУ и так далее. То есть это еще такой взгляд из разных вузов на определенную проблему, определенные образовательные программы. Но данный формат прекрасно адаптируется для нужд конкретных университетов. Ну, вот мы такое уже проводим на базе разных университетов, как тренеры, как преподаватели. Поэтому искренне рекомендуем, используйте, адаптируйте для себя, и всем будет счастье, в общем, после этого. Ну, основной момент, конечно, это очень интересно, здорово, в это легко вовлекаются люди, и, соответственно, мы можем гарантировать, что, по крайней мере, всем точно понравится. Вот вопрос уже в эффективности в КПД мероприятия, он, конечно, стоит очень остро, в зависимости от того, кто и с какими целями проводит. Данный вебинар проводит учебный центр подготовки руководителей, или, иными словами, Кочубей-центр Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Здесь вы видите несколько фотографий нашего центра. Это исторический особняк Кочубея в городе Пушкин, это сейчас является городом Санкт-Петербург. Здесь же гостиница, здесь же площадка для обучения, в общем, большая часть наших оффлайн-курсов проходит именно здесь, и коллегам очень нравится. Я не случайно об этом упоминаю, потому что вопрос о локациях, проведениях Катона, это очень актуальный вопрос. То есть, с одной стороны, это могут быть обычные аудитории, а с другой стороны, очень здорово, если у вас в университете есть совокупность аудиторий, которые, ну, как бы являются смежными между собой, и можно людей рассадить с одной стороны в разных локациях, с другой стороны, чтобы они были близко друг к другу. Ну, или некоторые университеты, вот, например, нам сейчас пришло такое предложение провести такой хакатон в университете, у них есть аудитория с раздвигающимися панелями, которые позволяют также сделать хакатон очень классным, мобильным, и в то же время все вроде бы вместе. Меня зовут Опивалова Зоя Валилина, можно просто Зоя ко мне обращаться в чате. Я являюсь начальником отдела образовательных программ и технологий учебного центра, руководителей вышеупомянутого, я кандидат философских наук, доцент, и я являюсь руководителем программ повышения квалификации, руководитель образовательной программы. Эта программа для руководителя образовательной программы высшего образования, коллеги, не для ДПО, именно для высшего образования. Хотя аналогичный хакатон мы сейчас разрабатываем для группы, которая представляет собой такая сборная тоже группы из разных университетов, руководители институтов дополнительного образования разного уровня, на которой у нас учатся по программе ДПО как бизнес. Поэтому этот формат, он в общем-то живой, замечательный, чудесный, всем нравится и может быть адаптирован для самых разных условий. Поэтому если вы методист, тренер, преподаватель, а не РО и не заведующий кафедрой, не декан, то можете использовать полученные сегодня знания в свою копилку для самых разных целей. Несколько формальных моментов по нашему вебинару. Задержка трансляции на YouTube составляет примерно 30 секунд. Вот видели, там на каком-то этапе у нас, те, кто зашел раньше, модератор выключил музыку, потому что одновременно из трансляции музыка повторялась, но не в такт той, которая транслировалась. Вебинар нельзя поставить на паузу, он идет в режиме живого времени, продолжительность 1-2 часа. Мы максимум заявили 2, но я очень надеюсь, он ложится в 1, чтобы вы не успели заскучать. В чате у нас работают модераторы, поэтому если есть какие-то формальные вопросы, технические вопросы, пожалуйста, задавайте. Вопросы именно только в чате, голосом не задаем, чтобы не создавать какофонию звуков. И если у нас какой-то случится прецедент, зловредство в нашем вебинаре, то мы тогда попросим всех перейти в YouTube-трансляцию. Ссылка на YouTube-трансляцию пришла вам вместе с этой ссылкой на этот вебинар в Zoom, то есть в том же письме вы ее найдете. Но вообще все вебинары, которые мы проводили, у нас случились без таких эксцессов. Презентацию не высылаем, фотографируйте экран, но есть важный момент. Сегодня будет два данного важных документа, они очень простые, но вам не придется ломать голову над тем, как составить вам их самим. Это таймлайн проведения Хакатона и шаблон презентации для тех команд, которые будут участвовать в Хакатоне. Мы эти два шаблона оставим только в Telegram-канале. Мы начали развивать проект РОПа и его команда и приглашаем вас в Telegram этого проекта. Там будет много интересного, вебинары, материалы, размышления, опросы. То, что можно отрепостить из других каналов интересного, но в то же время без спама. Много ежедневно выкладывать не будем, обещаем. Поэтому это такая замануга, чтобы вы туда зашли. Ну, вы поняли уже, да? Значит, пожалуйста, присоединяйтесь, уважаемый модератор, скиньте, пожалуйста, в чат нашей Zoom-трансляции и YouTube-трансляции, чтобы у коллег была прямая ссылка. На вебинаре мы рассмотрим, что такое Хакатон, в чем его преимущества. Устно я, конечно, расскажу и о минусах, и в самом конце упомяну несколько сложностей, так скажем, да, которые связаны с его проведением. Мы с вами посмотрим, как проводить Хакатон именно для РОПов, именно в формате страт-сессии или тактической сессии. Тут все зависит от того, на какой период времени вы будете разрабатывать решение. И в конце проведем очень короткую презентацию нашей образовательной программы, руководителя образовательной программы, которая стартует уже в сентябре. Итак, первое. Что такое Хакатон? Он нам нужен и как формат образовательного решения, если вы преподаватель, и как формат нетворкинга, если вы организуете регулярно взаимодействие коллег между собой. Иными словами, по-русски можно сказать, что такое нетворкинг. И он же нам пригодится для того, чтобы соединить то, что соединяется очень редко. Обычно происходит в формате заседаний кафедры, ученого совета. Вот что-то такое, где решается огромное количество формальных и неформальных задач. Так вот эту стратсессию в формате Хакатон или тактическую ассессию можно встроить в ваши традиционные форматы или сделать как отдельным событием и пригласить туда специально людей. Быстрое яркое событие – первое свойство. Второе. Нам важно, чтобы все поняли важность. Вот что мы не просто очередной раз формально собрались, чтобы посетовать. Ах, мы никого не набрали в этом году. Ах, у нас недобор. Ах, мы не закрыли КЦП. Чтобы вот не пахать насчет проблем, а разработать решение и каждого втянуть в эту разработку. Естественно, мы лишних людей туда не позовем. Мы позовем туда только тех, кому это реально нужно. Поэтому, в общем-то, наверное, втянуть не заставит большого труда. Но это такой классный формат, куда люди вообще на самом деле втягиваются сами. И у нас есть прецедент. Когда мы проводим Хакатон, это делают команды. И если у нас приезжает целая команда на обучение, они иногда говорят, слушайте, а у нас вот свой проект, мы хотим свой доработать, вам показать. Можно мы параллельно будем участвовать со своим проектом, просто его дорабатывать, сидеть? Мы говорим, ну, конечно, можно. Не можем же мы отказать своим слушателям. Но потом жалеют команды, что не участвовали в Хакатоне. Поэтому вот это такая действительно очень движевая, очень чудесная штука, которая заставляет всех включиться в работу и вырабатывать общие решения. Если мы говорим о страт-сессии в формате Хакатона или о тактической сессии, значит, страт-сессии, если нам нужно выносить решения, у которых перспектива принятия и результатов от года и больше, тактической, если, ну, соответственно, от месяца до года. Поэтому все зависит от того, вокруг какой проблемы вы проводите тактическую или стратегическую сессию. Наш сегодняшний с вами пример – вопрос решения ненабора студентов в следующем году, потому что мы в этом году получили не те результаты, которые ожидали, или вовсе не набрали какой-то профиль. В то же время понимаем, что он очень должен быть востребован по ряду причин. То тогда мы говорим о страт-сессии, потому что через год мы в следующую приемную кампанию наберем студентов. Если нам нужно сейчас решать вопрос с качеством преподавания, много жалоб от студентов, не знаю, с плохим материально-техническим обеспечением, с тем, что у нас нет баз-практики, то это тактическая сессия. То есть в данном случае нам не принципиально, как это называется, нам принципиален временной горизонт решений, которые будут выработать. Коллеги, если есть какие-то вопросы, то задавайте. Значит, мы проводим и тактические, и стратегические сессии. Ну, страт-сессии по ненабору абитуриентов, они всегда интересны, потому что эта проблема актуальна абсолютно для всех университетов. Вот и Высшая школа экономики ведущий вуз, но есть ряд магистратур, например, которые либо недонабирают, либо не набирают. Статистику этого года еще не знаю, поэтому не могу достоверно сказать, что в этом году. И, наверное, так в любом университете. То есть нет университетов, абсолютно эффективно, прекрасно действующих по всем направлениям и по всем профилям. Поэтому это просто классная идея. Значит, ключевые вопросы. На страт-сессии все команды решают одну проблему. Не надо сразу выносить много, особенно если мы говорим о такой вот спринт-сессии в формате хакатона, о которой сегодня идет речь. Второй момент. Мы сами задаем и этапы, и инструменты, тем самым сужая горизонт, просто поговорить. Потому что очень мы любим представителей университетов собраться и разговаривать. Причем разговаривать, повторюсь, преимущественно проблема. Вот очень мы любим это дело все мусолить. Вся наша жизнь вообще в университете состоит из проблем. Вот здесь нам важно определиться с тем, что, коллеги, у нас есть такие-то инструменты и такие-то этапы, и мы строго придерживаемся. Я хожу с будильником, все, будильник прозвенел, переходит команды на следующий этап. Успели, не успели, что успели. Именно это является залогом успеха хакатона. Потому что как только начинаются разглагольствования, дискуссии, многочасовые, да мы не успели, это все превращается в базар без вынесения решений. А мы с вами все-таки проводим хакатон, который является полезным для результата и для РОПа, как руководителя всего процесса в целом. В финале мы смотрим все решения всех команд. И было бы здорово, если бы был какой-то гемифицированный или любой другой элемент оценки результатов, а мы потом награждаем лучшего. Ну хоть чем-то, пускай номинально, грамотами или реально какой-нибудь мерчем университета, но это всегда приятно. Потом начинают спрашивать, когда следующий будет хакатон. Зачем проводить вот этот самый хакатон? Ну здесь вы видите такую простейшую табличку, слева проблема, справа решение. То есть есть достаточно простой, всем известный набор проблем любой образовательной программы. Любая образовательная программа рано или поздно устаревает, любая образовательная программа рано или поздно становится неинтересной студентам, устаревает преподавательский состав или не обновляет свои компетенции, причем устаревает иногда даже в биологическом Для каких-то профилей это уже проблема. Вместе с биологическим возрастом приходит и то, что мы не можем обновить определенные компетенции. Здесь рука об руку идут эти проблемы. Студенты жалуются на качество преподавания, уже упомянутые проблемы, отсутствие перспектив трудоустройства, ненабор студентов и так далее. Плюс-минус из набора восьми проблем всегда формируется карта проблем образовательной программы. Но обычно мы об этом рассуждаем с позиции обывателя. Или проводим большие опросы студентов и потом нам нужно обрабатывать эти результаты, потому что нам нужна репрезентативная выборка, там 80 человек, не знаю, или еще сколько-то. Нам нужно это все обработать, суммировать суммированно из этого вынести какой-то результат для себя и придумать для этого результата решение. Это долгий процесс и очень спорный, потому что каждый будет интерпретировать результаты по-своему. Нам нужно опросить работодателей, нам нужно опросить родителей, возможно, выпускников прошло сколько-то лет после их выпуска, преподавателей. Это все очень длительный процесс. А теперь представьте, что вы получили возможность вот эту проблему не выдумывать из головы или не предполагать, или не проводить целый год за изучением реальных проблем, а сделать это буквально за два часа. Вот мы как раз с вами про это разговариваем. И всегда ли нужно задавать четкую рамку проблемы для страцессии в формате хакатона? Вот на наш взгляд нет. Вот на этом этапе, коллеги, я бы хотела, чтобы вы в чат написали, откуда вы, регион и университет, потому что это поможет мне приводить различного рода примеры из кейсов наших учеников, наших слушателей, потому что у нас учатся как ведущие, так и региональные университеты. Очень, конечно, любят к нам приезжать, именно региональные, но и ведущие на ряде программ очень любят бывать, потому что нетворкинг – это бесценно с другими коллегами из других университетов, в которых тоже что-то получается, а что-то не получается. Поэтому будьте добры, укажите в чате, откуда вы и университет, который вы представляете. Регион и университет. Можно просто аббревиатуру. Не обязательно что-то делать долго. Итак, что делать, если у нас нет конкретной проблемы для решения в формате хакатон? И мы не знаем причин, почему проблема возникла. На самом деле мы никогда не знаем этих причин. То есть все остальное – это фантазии. Мы можем в большей или меньшей степени хорошо освоить большие данные наших исследований. Мы можем провести конкурентный анализ, плюсы и минусы выделить. Мы можем провести целый ряд исследований матрицы СКВС, вот анализ и так далее, различного рода виды анализов конкурентоспособности образовательной программы. Но все равно достоверно мы с вами все равно не будем знать, все равно где-то будем предполагать. Коллеги, я напоминаю, что я жду ваших сообщений, откуда вы, регион и университет. Пока только два сообщения, поэтому пока что не читаю. Будьте активными. Не все живоподом сидите и в это время своими делами занимайтесь. Но это тоже приемлемо. Предметом хакатона в данном случае будет как раз выявление проблем. Вот тех, которые мы сможем выявить в моменте, через интервью конкретных стейкодеров или заинтересантов, так скажем, образовательной программы. И именно на этой базе, здесь и сейчас мы вынесем очень быстрые решения. Значит, в этом случае, конечно, многие коллеги, которые любят системно, долго, много изучать различного рода источники информации, говорят, ну, насколько это вообще действительно репрезентативно, релевантно в текущей ситуации. И вообще, может быть, это так, просто поиграли и разошлись. Вот нет. То есть, как показывает практика, этот короткий хакатон, ее можно растянуть, конечно, не обязательно за два часа, можно за четыре, за шесть. Кому как больше нравится. Но это все равно короткий формат по сравнению с месяцами изучения вопроса. Так вот, даже такой короткий формат позволяет выявить ключевые болевые точки. Мы несколько раз проводили исследование. Вот у нас сидит в аудитории команда. Она провела исследование в виде приоритизации проблем. Приоритетные проблемы вынесла на различного рода инструменты выявления причин проблем. Выявила причины, разработала возможные варианты решения альтернативные, выбрала лучшую альтернативу. Все такое. Прошли путь принятия управленческого решения, называется, да. И в результате приходит в 90% случаев к тем же рекомендациям, которые поступили в результате хакатона. Представляете, какая интересная штука. То есть, это быстрый, в какой-то степени интуитивный формат, потому что нужно действовать очень быстро. И ты спрашиваешь у заинтересантов, у стейк-холдеров первое, что приходит в голову. Ну, может быть, именно поэтому вот как-то на поверхность всплывает истина. Есть, правда, и минус закопа, на котором я скажу чуть позднее. Ну, уже 7 ответов, уже просто здорово. Из 23 человек минус я, а из 22 минус я и модератор, ну, уже замечательно. Ладно, скоро посмотрим, откуда вы. Итак, начинаем разбирать сценарий. Коллеги, это основная часть нашего вебинара, поэтому внимание. Поскольку у вас не будет самой презентации, вот этой именно, то имеет смысл фотографировать экран. Итак, у нас есть прецедент. Мы не знаем, почему мы не набираем студентов. Есть много предположений, допущений и даже выводов из исследований, которые мы провели как РОПы, как заведующие выпускающие кафедры, как деканы, как директора и, может быть, даже руководитель МУЗа дался целью посмотреть, почему же вы там не набираете. То есть, это сон каких-то мыслей по этому поводу. Наша задача привести их в соответствие с реальностью. Так вот, мы приглашаем на Хакатон тех, кто реальные участники нашей образовательной программы. Тут очень часто возникает вопрос, сколько? Сколько вот должно быть этих самых людей? Это на ваш выбор, но вообще-то чем меньше, тем лучше. Это не значит, что студент придет один на Хакатон. Пожалуйста, два, три, четыре сядут командой. Хорошо, если это будут отличники, кстати говоря, это уже мы из собственного опыта считаем так, потому что это те, кто умудряется в наших условиях учиться на отлично, и у них нету обиды на университет за то, что им ставят плохие оценки. Поэтому, ну и, как правило, еще умеют рассуждать, делать выводы какие-то определенные. Хорошо говорят, не пугаются вопросов. Поэтому вот отличников или хорошистов сюда пригласить будет очень классный день. Скорее всего, они будут наиболее объективны по отношению к нам. Выпускников, которые не в этом году выпускаются, а уже выпустились. Желательно недавних, чтобы они помнили, как оно было на самом деле, чтобы это как-то соотносилось с текущей реальностью. Да, вот не 10 лет назад. Если мы фундаментальную математику преподаем и запускаем в качестве профиля, у нас выпускники 20-летней давности, нам это никак не поможет. Рассуждать насчет текущей ситуации, это другое поколение, и совсем был другой университет. Работодатели. Очень здорово, если он действительно будет присутствовать в живьем. Придет или будет в зуме, на хакатоне, потому что это, что называется, фронтир, который принимает на себя вот тех самых выпускников, которых вы завтра уже выпустите. А если он уже с ними работает, то он примерно представляет, кого он получит и знает все минусы и плюсы. Вот мы таких работодателей обычно приглашаем, которые работают по образовательной программе уже сейчас. Допустим, у нас студенты проходят практику. У этих мы стараемся для практики назначить реального работодателя, который вот в этой области работает. Если у нас маркетологи проходят практику, значит маркетолог, руководитель желательно какого-нибудь агентства или вот действующий проектный маркетолог IT-компании. Ну, это просто один пример привела. Тут долго можно примеры приводить. Факт тот, что очень важно, чтобы это был свеженький работодатель. Не тот, который год назад принял наших студентов, уже обучил, и уже они на него хорошо работают. А чтобы он работал здесь и сейчас со студентами. Преподаватели этой программы. Очень важно, чтобы были в качестве заинтересантов, которых мы будем интервьюировать, заведующие кафедры, деканы. Ну и дальше можем выше пойти по руководству. Все зависит от того, в какой степени тесно вы общаетесь с руководителями. Так, ну хоть почитайте, несчастные семь человек, которые про себя что-то написали. Коллеги, кто присоединился попозже, интересно регион и университет, который вы представляете. Воронежский госуниверситет, очень приятно. Часто являетесь клиентами наших программ, очень вас любим. Владивосток, ДВФУ, наши постоянные клиенты, очень рады. Тем более у вас так поздно уже, ну почти поздно, да, уже конец рабочего дня. СИБГИУ, индустриальный университет, да, сибирский. Очень приятно, коллеги. Увидела, что ряд коллег к нам зарегистрировался на текущую программу, в которой в сентябре будет набор руководителя образовательной программы. Чудесно. Воронежский университет, УФА, Амурская область, тоже далеко, Благовещенский, педагогический. Вот, коллеги, может быть, педагогическому будет особенно интересно. У меня за плечами 20 лет педагогического вуза герценовского, наверняка знаете, в Петербурге. И вот хакатон – это очень классная именно педагогическая методика. Очень быстрые образовательные результаты можно достигать. В АнТО, коллеги, вот не знаю, как расшифровывается, но зато Петербург тут рядышком с нами. И, опять же, СИБГУТИ Новосибирск. Коллеги, ну очень рады, очень здорово, что у нас, как всегда, богатая география. И вот всегда, понимаете, вот странно, что нет Калининграда, но Дальний Восток и Питер – вот такая география всегда. Там, может быть, между ними нет никого. А вот это будет обязательно на каждом нашем мероприятии. Ну здорово. Буду примерно представлять, какие примеры приводить. Итак, то есть важный момент, мы сейчас его обсудим поэтапно, но здесь все-таки ключевой момент на этом этапе, что мы проводим хакатон с реальными действующими лицами здесь и сейчас. Это позволяет сделать несколько вещей сразу. Прокачать софт-скиллы у тех, кто придет на мероприятие, потому что им нужно будет быстро составить спринт-интервью для того, чтобы сделать выводы о том, как идут дела у каждой из этих групп. Ну, все-таки будем их называть стейк-фолдерами, уж извините меня за иностранное слово, но это лучше, чем заинтересанты и быстрее, чем заинтересованные лица и стороны. Нам нужно быстро их опросить, нам нужно быстро снять ответ, интерпретировать его, распределить в определенный инструмент и презентовать в виде решения уже результат командной работы. Поэтому очень важно, чтобы они были живьем здесь и сейчас. Для проведения нам понадобится минимум две команды, потому что хакатон – это соревнование команд. И здесь очень важно, потому что все соблюдают единый таймлайн, то есть единое расписание, все идут по одному и тому же пути, и у всех один и тот же результат, одни и те же ожидания. Вернее, результат-то разный, да, но они должны решить одну и ту же проблему. Минимум три человека в команде. Два мало, десять много, значит, от трех до семи, восьми максимум, восемь и тонн многовато – это оптимальный такой набор команды, которая принимает решение. Хорошо, если там будут смешанные команды, то есть это будут разные роли и разные люди. Вы видите в примере, который мы вам дадим, текст примера кейса, если вы, допустим, организуете обучение, какие-то у вас сторонние люди принимают решение, например, вы начальник УМУ и организуете обучение для РОПов, или вы заведующий кафедр и всех РОПов собрали, даете им кейс решать. Вот тогда наш текст вам пригодится, который мы сегодня покажем. Обязательно обратите на него внимание. Но мы его также скрином дадим и в упомянутом Телеграм-канале. Модератора попрошу повторить ссылку на Телеграм-канал в нашем чате. Мы только-только начинаем жить этим каналом, и там мы разместим сегодня два полезных шаблона. Количество локаций аудитории нужно по количеству команд, но мы еще добавляем еще одну аудиторию, где мы презентуем результат. То есть мы стараемся делать, чтобы это были три разных территории. Это здорово, потому что когда вы перемещаетесь в пространстве, это такая групповая динамика не только в таком психологическом смысле, но и в пространственном отношении. И это здорово для людей. Встали, пошли, пересели, это освежит сразу мозги, и вы действительно начинаете думать по-новому, когда вы перешли в другую какую-то часть. Возможно, в другую часть аудитории. Но ноутбуки и платформа для онлайн-конференции для тех участников, которые являются дистанционными. Для нас это тоже важно, потому что не все могут, особенно работодатели, но чаще всего, конечно, в зуме сидят, им вот, пожалуйста, есть возможность спросить его опять же вживую или в режиме реального времени. Значит, нам понадобится от полутора часов. Полутора часа – это когда у нас две команды, по три человека, и три-четыре локации стейк-колдеров, по которым они ходят и которых интервьюируют. Этого будет, в общем-то, достаточно. Но заранее рассказать, о чем это будет, будет все подготовить, все разложить, все сделать. То есть это без подготовки. Это время самого проведения хакатона. То есть это, по сути дела, вот он, заседание ученого совета, заседание кафедры. Вот этого времени достаточно будет. Очень мобильно, все очень быстро. Но это минимальное время. Поэтому у нас на текущий курс, допустим, для ДПО, который я уже упомянула, мы хакатон запланировали на четыре академических часа, то есть в два раза больше. Потому что мы один период времени разъясняю, я все интервьюирую, проходим все этапы хакатона, после этого уже разрабатываем решение и презентуем. Мы на это решили уделить целых полтора часа, чтобы у нас была возможность грамотной, хорошей, такой полноценной рефлексии, что всем понравилось. Коллеги, повторюсь, если возникает вопрос на любом этапе, задавайте. Потому что, может быть, меня несет очень быстро, и я не дохожу до сути дела. Задавайте вопрос. Время на подготовку. Ну, вот так стандартно занимается двух часов, но если у вас уже есть вышеупомянутый шаблон, презентация, которую мы вам скинем, шаблон таймлайна, который мы вам скинем, вы там просто меняете время, это, по сути, таймлайн-инструкция для вас и для модератора, то дальше весь вопрос в том, что именно вы заложите в основании кейса, который дадите. Допустим, заведующий кафедры и собрал ропов, и говорит, так, такие-то, такие-то, такие-то программы не набрали того количества абитуриентов, студентов, которые мы ожидали. Значит, дорогие коллеги, вот вам вопрос для решения. И дальше начинается решение этой задачи. Наверняка, поскольку это одна кафедра, есть множество схожих проблем у этих образовательных программ. И вот как раз это и получится выявить и вынести определенное решение. Но, повторюсь, всегда хорошо, когда в командах присутствуют внешние люди, из других университетов, руководители ваши, другие заведующие кафедры, деканы других факультетов. И вас полюбят, кстати, сюда ходить и вот так вот делать, и будут у себя потом проводить. Поверьте, это уже неоднократно опробировано. Человеческий ресурс. Нужен один ведущий хакатона. Хорошо, если это вообще сторонний человек, независимый. То есть он никому не подыгрывает, он просто наблюдатель, следует таймлайну и разъясняет определенные этапы. То есть он должен быть полностью в теме. Он должен понимать, что такое руководство образовательной программой, минусы, плюсы, и уметь вовремя сделать нужные акценты. Или скорректировать коллег, замкнуть дискуссию, сказать, что коллеги, переходим, потому что все, даже хватит. У нас всегда все все успевают. Вот это тоже важнейший момент, друзья, потому что есть сценарий, и его мы очень строго придерживаемся. Многие очень переживают, говорят, какие полтора часа, вы что, мы ничего не успеем. Мы же тут засидимся до вечера. Всегда все все успевают. Ну, кто-то, возможно, там какие-нибудь последние слайды не доделает, но обязательно расскажет на слайд, потому что все уже успели обсудить. Сценарий хакатон. Первое, что нам нужно для него, это описание реальной ситуации с образовательной программой. То есть просто сказать на словах недостаточно и нежелательно. Очень хорошо, если есть демонстрационный материал, учебный план тот же самый, лендинг образовательной программы, если имеется, и описание словами с позицией того, кто задает задачу. Если заведующий кафедрой, то заведующий кафедрой. Если декан, значит декан. Если проректор, учебный работник, значит его позиция. И нам важно, чтобы это была не только проблема, не знаю, узкопреподавателей не хватает, не знаю, в аудитории проекторов. Это не годится никуда, это не та проблема, которую мы будем решать. Нам нужна комплексная проблема, собственно, чаще всего они именно такие бывают в случае с образовательной программой. Ну вот тот самый пример, можете фотографировать, это прям текст реального кейса, который мы даем на реальном фокатоне. Даем конкретный университет, стараемся брать Санкт-Петербург, чтобы у нас была возможность пригласить и студентов, и преподавателей, и работодателей. Очень часто это делаем, как раз когда мы вот только что взяли студентов на практику, у нас есть работодатель, курирующий их, абсолютно независимый, и дальше просто спрашиваем университет, который нам дал студентов на практику, это не вышкинцы, как правило, сторонние университеты, хотите или нет, чтобы мы такую штуку провели с вашей программой. Чаще всего говорят да, иногда потом жалеют, расскажу почему, но в общем всем интересно, поэтому участвуют. И дается описание. Ну здесь как раз описание дано для той ситуации, когда у нас должен быть коммерческий набор, а он не случился. Конечно, в этом описании есть определенная статистика, нам нужна именно та, которая нам нужна, не надо избыточной статистики, там полувозрастной состав, какой-нибудь там математивы поступить, не поступить, мотивы проучиться, не проучиться до конца. Вот это все здесь не нужно, чтобы у нас не тратилось время и не расфокусировалось внимание. Основной акцент мы делаем на интервью все-таки. Ну и вот, допустим, мы допускаем, что или реально демонстрируем, что в этом же городе, в другом университете, аналогичный профиль, университет похож на нас потому, потому и потому, набор студентов случился, еще ого-го какой. То есть мы тем самым даем понять участникам хакатона, что все возможно, а вы-то что, почему вы-то профукали этот год? Значит, нужно что-то делать. Мы задали жесткую рамку, то есть это такая, знаете, возможность посмотреть проблеме в лицо. Мы не любим, мы любим рассуждать о проблемах, но сказать, что, да, это мой, грубо говоря, косяк, как сейчас любят говорить, этого никто не скажет. А здесь прямым текстом говорят, ты недоработал, давай думать почему. Ну ты, вы, команда, все же, не только роб запускает программу, а весь университет. Дальше. Обязательно нужно указать, кто вы в этом кейсе. То есть если это для вас образовательное решение, этот хакатон, то вы раздаете роли. Если это для вас реальное решение, то, соответственно, желательно тогда, чтобы эти роли реально присутствовали, люди на этих ролях присутствовали в командах. Коллеги, это очень важно, потому что, ну, как сказать, опять же, если мы соберем три команды из преподавателей, они будут смотреть только с точки зрения преподавателей, причем чаще всего жертв. Вот у кого в университете преподаватели это жертвы? Напишите, поставьте плюсик в чат. Интересно будет посмотреть. Мне кажется, что в любом ВУЗе преподаватели это жертвы, чаще всего. То есть всегда плохо, всегда недостаточно условий, всегда недостаточно зарплаты, всегда очень много бюрократической работы. Студенты все слабее и слабее. Вот у кого такая позиция, у преподавателей? Поставьте плюсик. Потому что хакатон позволяет вот эти все сразу вещи, наносные, их убрать. Да, это может быть так и есть на самом деле. Может быть действительно не очень там ситуация с преподавателями в вашем университете. Но это напрямую не должно касаться тех вопросов, которые мы разбираем на хакатоне. Потому что это общее, так сказать, место, общая боль всех преподавателей всех отечественных университетов. За редким исключением очень успешных, хорошо зарабатывающих. Плюсики никто не ставит, ни у кого такого нету. Все довольны жизнью. Это прям удивительно. Или вам лениво, или вы просто слушаете. Одно из трех. Но у нас, как правило, на этот вопрос или какой-то похожий, всегда все говорят, да, да, у нас так, с ними тяжело работать, особенно начальники. Ой, сколько я достонов по любому поводу, зарплату поднимешь, все равно недовольны и прочее. И дальше обязательно следует задание. Ну вот смотрите, здесь у нас, поскольку это конкретно абсолютно пример вот последнего хакатона, который мы проводили на последней программе, как это сейчас говорят, не говори последний, говори крайний, ну в общем все-таки это вот к сегодняшнему моменту последний, в ноябре у нас будет следующий. А сейчас уже для ДПО уже в сентябре следующий. Мы тут все-таки задаем рамку, каких решений мы ждем. Поскольку у нас, видите, команда это менеджмент собиралась в нашем случае, роли раздавались управленческие, то и здесь мы задавали рамку управленческого в задании. Если у вас собрались преподаватель, заведующий кафедрой в этой команде, да, там, представитель УМУ, какой-нибудь ОМР, который работает по этому профилю, представитель деканата, то, соответственно, тогда они будут разрабатывать, видимо, решения по бизнес-процессам, организационные решения. То есть то, что находится в их компетенции. Понятно, да? То есть здесь нам нужно определить рамку, каких решений мы ждем. Потому что, если там не будет, например, маркетолога или человек какой-то сколько-нибудь смыслищего в дизайне и проектировании образовательной программы так, чтобы она была востребована, то нет смысла задавать им рамку, разработайте меры по продвижению. Они скажут, ну, в школу ходить ногами. Вот будем таким образом продвигать. То есть это как бы не имеет отношения к маркетингу совсем. Поэтому, коллеги, важный вопрос. Мы задания формируем, исходя из того, кто у нас будет в команде. Чтобы задание было реалистичным, понятным всем коллегам, которые будут принимать решения. Так, плюс-плюс, да, поставили коллеги. Все-таки не мы такие одни. А я работала во многих университетах везде одно и то же. Коллеги, абсолютно. Везде одно и то же. Ну, кто-то просто более лоялен в ВУЗу. Например, там, конечно, бренд Высшей школы экономики очень силен, и у нас лояльность колоссального сотрудников. Но все равно, вот, общее место жалоб и жертвы, оно существует. Хакатон, это здорово. Как сделать у себя в университете? Эффективно ли работать в команде, где большой разрыв ступенек руководства от преподавателей до проректора? Слушайте, коллеги, ну, супер вопрос. Значит, как сделать у себя в университете? Вот мы вам сейчас как раз рассказываем, сценарий показываем. Но те, кто вот совсем не могут никак приглашают нас для этих целей, ввиду дефицита времени, далеко не всегда мы можем принять такое предложение, к сожалению. Но в целом это доступно любому прокачанному преподавателю, тренеру. То есть, любой человек может провести хакатон, если он опытный преподаватель ораторского искусства на высоте, временной промежуток блюдет, то есть, может расписание уследовать того, что он напридумывал и умеет организовывать работу команд. То есть, в каждом университете такой найдется, поверьте, хотя бы один точно есть, на самом деле много. Особенно среди молодежи, они любят такие движовые мероприятия. Эффективно работать в командах. Ну, в том случае, если ваш проектор адекватный человек и он разговаривает с преподавателями, нормально относится, не свысока и не сидит с лицом, что, боже мой, опять меня куда-то позвали, то есть, если я достаточно демократичный руководитель, адекватный человек, то, конечно, да, у нас на программах обучения всегда большой разрыв, но мы никогда не чувствуем разницы. Более того, такой открою секрет, может быть, тут даже кто-то есть из наших слушателей, у нас был позапрошлый запуск руководитель современного университета, программ профпереподготовки, у нас там всегда есть ректоры, проректоры, руководители среднего и низового звена, и даже просто доцент, преподаватель, вот такие коллеги приезжают. И вот я могу сказать, ректоры и проректор чаще всего ведут себя прекрасно, адекватно, они любят учиться, оторваться от работы, они любят поучаствовать вот в таком чем-то интересном живом, пообщаться с другими коллегами, они умеют нивелировать конфликты, то есть у меня полный восторг от этих людей, честно признаюсь. Очень люблю, когда у нас ректоры и проректоры на обучении. Как оно внутри все происходит, университеты по-разному, но мы многократно проводили корпоративные курсы для смешанных команд, и обычно, вот если действительно есть желание решить проблему, то все включаются, и все работают классно. Поэтому спасибо за ваш вопрос, вот считаю, что наоборот, от этого только выиграет результат хакатона. «Мы такое делали, называла стратегическая сессия, был большой подъем в коллективе ППС, отлично, может быть, Наиле Жановне, вы сможете поделиться какими-то интересными лайфхаками, пока я буду рассказывать, как мы это делаем, а вот как у вас это было на самом деле». Очень здорово. Да, это действительно вызывает воодушевление определенное, которое еще какое-то время длится, вот оно еще есть, я тут вам покажу отзывы про наш хакатон, оно действительно вот, ну вот какое-то прям ух, я могу, оказывается, я могу быстро, здорово и что-то, что действительно сработает. Это очень воодушевляет. Знаете, как сейчас инфобиз бизнес учит, ты сможешь, каждый может заработать миллион, вот что-то подобное происходит здесь. Такая мотивация на время, она, правда, не навсегда, но мотивация, что, слушайте, мы можем, у нас, мы не жертвы, у нас не все плохо, мы можем, давайте делать. Это очень важно. Для университетов колоссально важно, потому что мы выгораем очень быстро от нашей рутины. Итак, подготовка включает в себя обычно распечатать кейс-задачу по количеству участников, чтобы у каждого была не на команду, это гораздо быстрее все все прочитают. Определить, какие роли выполняются в командах слушателей, определить, кто будет интервьюируемым, со всеми договориться, значит, кто в каком формате участвует, это сразу станет понятно, кто на какой локации присутствует, офлайн, онлайн. У нас и смешанная была такая ситуация, один работодатель в онлайне, другой в оффлайне, все равно проводим, все здорово, никаких проблем. Подготовить единый для всех шаблон презентации, мы вам его дадим, готовый, он правда в нашем брендинге, в Ишколе экономики, в формате PDF, но у вас вот будет самый простейший контент, самая простейшая презентация. Именно такая сюда и нужна, и это уже выстраданный простейший такой формат, потому что мы делали разные, сложные, этапные всякие, вот это выстраданный, простой, быстрый формат. Там один слайд, где инструменты чаще всего даже для быстроты коллеги рисуют на флипчарте, фотографируют и помещают в презентацию. Идеальный, я считаю, нескромно, скажу. И организовать пространство соответственно. Тут основные моменты вам даны, что именно должно быть. Напоминаю, что вот это интервьюируемые в нашем случае это вот эти могут быть, стейк-кодеры упомянутые справа розовым цветом. Здесь фотографии, чтобы показать локации. Это реальный кокотон на руководительной образовательной программе, предыдущий запуск, который мы делали. Но у нас так счастливо сделано в Кочубей-центре, что у нас на последнем этаже одного из корпусов есть соединенные между собой локации. Вот где зелененько, вы видите, видите даже тут такой проем дверной. Там нету двери, это просто проем. То есть большое достаточно пространство, разделенное на два, таким вот небольшой стеной, и есть возможность посадить людей, команду одну в одну, часть другого, команду в другую часть. Они хоть и будут разговаривать, но не будут друг другу мешать и подслушивать, что всегда соблазн велик, что там коллеги придумали. Сейчас мы у них идеи свистнем. И из этого пространства, из этого коридора выходят еще две аудитории. Вот вы видите их тут, мансардные, хорошие, светлые, с пробкой на стенах, все приспособлено для обучения. Там зум кричит, тут люди хохочут, потому что это живой информацией, соответственно, там прям громко, громко все, эмоций много. Никто никому не мешает. Ну, так если представить, то, что я рассказала, это аналогично коридору в университете, откуда есть выход в две аудитории, или несколько аудиторий рядом расположенных между собой. То есть вообще проблем никаких. У нас просто происходит это очень живо, движово и красиво в силу того, что ну вот так все оформлено здорово и счастливо случилось так, что такое есть. Это наше излюбленное место теперь для проведения хокотона. Важно. Число команд должно быть равно числу интервьюируемых. Тогда у нас никто ни на каком этапе не ждет коллеги. Это абсолютное правило. Вот по-другому быть не должно. Есть соблазн, ой, а у нас же еще эти хотят, ой, у нас эти хотят. Ну давайте, у нас будет пять команд, а не три и три интервьюируемых. Сразу снижается темп, удовольствие участников и результаты, как следствие, тоже. Вы не получатся те, которые ожидаете. То есть это не просто потому, что всем было весело и хорошо. Это для результата. Этапы проведения. Первое. Участники получают кейс. Десять минут, буквально не больше, читаем кейс, разъясняем задание. Вместе, вслух, читаем, разбираем. Все все поняли. Мы находимся на единых позициях, уточняющие вопросы. Десять минут. Но если вдруг у вас какая-то действительно безумно сложная, безумно комплексная задача, ну, можно тогда, наверное, не знаю, подольше почитать, подольше рассмотреть, но возможно вы тогда в два часа не уложитесь, вам больше времени понадобится и возможно тогда это уже вот не такой спринт-хакатон, а хакатон на целый день. То есть тут коллеге нужно разбираться, смотреть, реально оценивать свои усилия. Почему нам нравится именно спринт-хакатон, а не на целый день? За целый день люди устают. Раз. Они забывают, с чего они начали. Два. Но все, кто участвовал в таких больших групповых хакатонах, тут знают. Весело, все здорово, вроде бы идем по этапам. Вообще к чему? С чего начали? Через что прошли? Здесь это мы полностью снимаем. То есть все помнят, с чего начали, чем закончили и почему это все единое целое. Опять же, это важно для получения результата. Ну, для тех из вас, кто преподаватель и хочет эту идею себе в преподавание взять, вы укладываетесь в полтора часа пару. И, ну вот, ну что может быть лучше? Не знаю. Для тех, кто постоянно не укладывается, типа меня это замечательно. Пять минут. Раздаем роли команде. Причем, вот тут очень важный комментарий, то есть мы говорим, вот вы собирательная команда менеджмента института, если это команда вот нереальных, что называется, держателей программы, или все-таки вот распредели роли. Ты этот, ты этот, ты этот. То есть кто-то из вас обязательно должен быть хоть одним из этих, хоть одной из этих ролей. Ты декан, ты заведующий, ты там, не знаю, зам по цифровизации. Или все-таки собирательный образ. То есть тут вы должны определиться, чем хорошо распределить роли. Это такой игровой элемент хакатона, поэтому мы про хакатон в виде игры рассказываем на вебинарах, которые проводим в рамках нашего направления игротехнических технологий обучения. Потому что это позволит потом сократить время. То есть каждый человек задает свои вопросы сообразно своей роли, и каждый интерпретирует результат сообразно своей роли. То есть это очень, как бы сказать, такая штука, которая позволяет сделать еще более мобильным обсуждение. Ну и собирательные команды тоже работают, как правило, неплохо. И важно, значит, сказать сразу, коллеги у вас, им раздается таймлайн, как вы увидите, вместе с гидом нашим, вместе с кейсом раздается таймлайн, и они сразу видят по расписанию свое время. И они видят, насколько это мобильно, и входит еще параллельно человек, показывает, сколько времени осталось. Вот на экране телефона или ноутбука, чтобы или устанавливается соответствующий там экран телевизора, чтобы все четко видели, сколько времени осталось. Это сразу дисциплинирует, начинают сразу лидер команды с раздеправления в свои руки, так, ты это, ты то, ты то, и в итоге действительно все успевают. Далее, четвертый пункт, 10 минут. Команды составляют экспресс-план интервью для собеседников. Поэтому хорошо, если каждый возьмет на себя определенного собеседника, составят основные вопросы, остальные, поверьте, досыпятся сами. Вы начнете спрашивать, и у вас появятся все новые и новые вопросы. Как правило, и не успевают именно это, задать все, что хотят задать, потому что это очень интересно. Но, в общем, что делать, зато все основное всегда спрашивают с самого начала, потому что это интуиция уже здесь работает, ввиду отсутствия времени для долгих рассуждений. Далее, 15 минут, первый такт работы, и далее мы так и идем по 15 минут в зависимости от количества интервьюируемых. В данном случае, примерю, у меня три этапа, потому что три интервьюируемых. У нас были студенты, у нас были преподаватели образовательной программы, и у нас был работодатель один, который вот здесь и сейчас работал со студентами. Три этапа, три по 15 минут. 15 минут интервью, это прекрасно. То есть ни одна, ни другая сторона не устает, сохраняется цельность того, что ты услышал, ты все успел записать, и потом успеваешь обсудить. Опять же, многие возражают, мало-мало-мало, но когда прошли хакатон, ну самое то. Ну вот не надо нам дольше, больше, вот действительно, мобильный хакатон, это было бы очень классно. Будут ли у вас проводиться семинары по игровым технологиям в ближайшее время? В ближайшее время нет, но в декабре, да, у нас следующий запуск игровых технологий, туда уже вовсю регистрируется, поэтому если интересен именно этот курс, то поспешите, модератор, может быть, скинуть так досылку на, можно прямо на игровые технологии или на весь каталог программ, а можно и то, и то скинуть. Как кому, может еще какие-то программы кому-то приглянуться, видите, упомянула про игру и стало интересно. Да, игровые технологии, это у нас курс, который проводится два раза в год с большим успехом, и выпускники потом ведут у нас разного рода занятия. Седьмой этап, это, соответственно, вот этот третий этап 15-минутного интервью, и далее команды сразу начинают заполнять шаблон презентации, то есть они не сидят, не рассусоливают, не записывают на листочках что-то, не проводят какие-то пустые дискуссии, они сразу заполняют шаблон. В процессе они, конечно, возникают, дискуссии, споры и всякое разное, мы говорим, всегда фиксируйте все позиции, не надо успевать договариваться в течение этого времени, фиксируйте просто все позиции, чтобы все прозвучало в итоге в презентации, возможно, у аудитории будет какое-то мнение по этому вопросу. После этого мы делаем перерыв, потому что все устали уже на этот момент, то есть это огромная работа проведена, ну вот я вам приводила уже в пример, что мы для ДПО сейчас разрабатываем в сентябре другой хакатон, там у нас первый весь такт занимает полтора часа до восьмого пункта. Перед восьмым пунктом перерыв, у нас кофе-брейк, и мы понимаем, что они в это время будут обсуждать еще вовсю то, что с ними только что случилось и с новыми силами придут и уже с какой-то рефлексией небольшой, которая за это время в сознании случилась, заполнят вот эту самую презентацию. Поэтому куда ставить перерыв, это вы смотрите сами как проектанты вот этого самого хакатона. Ага, это просто ссылочки кинули, я решила, что кто-то что-то написал. Коллеги, если есть вопросы по этому поводу, обязательно спрашивайте, обязательно спрашивайте. Далее, каждая команда в течение 5-7 минут презентует результат. То есть, это по сути дела пич. Пич – презентация, когда очень быстро, очень сжато, очень кратко нам рассказывают выжим пояс всего. Опять же, всегда все укладывается. То есть, тот, кто начинает выходить за рамки, он это чувствует, мы звоним в звоночек, все, он закругляется. По сути, все важно, он все равно скажет в самом начале. Это так работает. И после этого уже начинается дискуссия. То есть, если мы включаем дискуссию, у нас сидят тут же вот эти эксперты, которых интервьюировали, дают свою обратную связь. Это очень классно. Мы всегда очень радуемся, когда сидят те, кто живые участники образовательной программы, потому что они могут сразу сказать, ой, да, здорово, классная идея. Или, ой, да нет, это уже пробовали, не надо это. То есть, сразу получается обратная связь от наших потребителей. Ну, в широком смысле слова, да, преподаватели тоже в какой-то степени потребители образовательной программы. Здесь, соответственно, 5-7 минут. Три минуты на дискуссию, но может быть больше, если хотим что-то прямо вот отрефлексировать многое. Соответственно, если это две команды, то это мы за 20 минут управимся со всеми презентациями. Больше команд, больше презентаций. А дальше, вот уже вопрос суммирования того, что мы получили. По сути дела, дальше закончили Хакатон, оценили, раздали всем этикеточки, мерч раздали выигравшим, Хакатон, те, кто получили наибольшие баллы оценивания. Но самое важное начинается потом. Мы получили 3-4-2 презентации с готовыми решениями на основе выявленных проблем здесь и сейчас. Что делать? У нас есть РОП, у нас есть, не знаю, заведующие кафедрами, у нас есть РОП и два ключевых преподавателя-эксперта на программе, у нас есть РОП и менеджер программы и так далее. Все разные вариации. Они садятся и думают, что из этого они могут сделать завтра, послезавтра, через месяц, в течение этого года, кто для этого нужен. То есть, по сути, расписывают, мы это называем, ну не мы, а в проектном менеджменте называется матрица Рейси, расписывают ответственных за принятие конкретных решений. Дальше расписывают уже, мы для этого используем матрицу WBS, конкретные действия, которые приведут к желаемому результату. И в идеале, вообще-то, если это не обучение, а реальный хакатон, сделать это в этот же день. То есть, вслед за хакатоном начинаются вопросы проектного менеджмента, которые позволяют имплементировать выработанные решения в практику, но практически сразу. Поэтому, коллеги, на хакатоне все не заканчивается. Вот это очень важно, потому что, к сожалению, знаете, чем грешат страцессии, многочисленные, в которых доводилось участвовать, все посидели, всем все понравилось, все поразвлекались, грубо говоря, пообсуждают, выпустили пар, что важно, потому что нам тоже нужно куда-то выгоревший наш пар выпускать. И все, ну разошлись, и все по-старому. То есть, вот здесь очень важно зацепить сразу результаты хакатона, не отправить их куда-то там, не положить в долгий ящик. Зацепили и сразу пустили в работу. Для этого есть, ну вот основные все-таки два инструмента. Это, как я уже упомянула, выше рейси, матрица распределения ответственности RACI, да, она пишется четырьмя английскими буквами. Это дорожная карта, по которой мы идем в процессе реализации образовательной программы, или мер по улучшению ее. И WBS, три опять же английские буковки, которые нам позволяют декомпозировать нашу, вот, меру, которую придумали на хакатоне, в действия конкретных людей. Вот, коллеги, вот это очень важно. Если есть по этому поводу вопрос, или хотите, чтобы я в бравиатуре написала в чате для инструментов, напишите. Мы, в общем, все эти инструменты на всех наших обучениях разбираем и берут в работу, говорят, что все работает. Все так, все так и есть. Плюсы. Значит, справа вы видите вот несколько отзывов на хакатон. Естественно, их у нас огромное множество, этих отзывов копим, думаем, что с ними потом сделать. Статью, может быть, какую-то напишем. Потому что мы всегда просим, ну, укажите еще какие-то слабости, минусы, чтобы нам было потом с чем работать. Поэтому очень интересные исследования всегда проводятся. Плюсы. Значит, быстрое и динамичное мероприятие. Новый взгляд на рассматриваемую проблему появляется всегда. Позволяет формировать комплекс разных навыков. Мягких, жестких, самых-самых разных. Трансформация образовательной программы на основе реальных данных. Эта трансформация происходит здесь и сейчас. Потому что мы вот сейчас приняли решение. И важно хватать это решение горяченьким, чтобы с этим решением потом работать. Я сейчас попробую еще зайти на трансляцию на YouTube, чтобы посмотреть, нет ли чего там, вдруг мы что-то пропустили. Сложности. Вот сложности на самом деле их тут достаточно много. Я выделила основные, с которыми мы в итоге сталкиваемся. Потому что, ну вот я уже упомянула вам, что, например, сложностями с помещениями у нас нет, с оборудованием нет, с тем, чтобы всех в эти локации заманить нет, потому что у нас обучение, все так или иначе туда придут. Понятно, что у вас вот эти сложности будут. То есть, коллеги, я делюсь только нашими. Но они такие неочевидны. Требуют договоренности с третьими лицами. Может быть так, что работодатель не сможет. И что тогда делать? Вот вопрос тогда, что тогда делать, он стоит достаточно открыто. Потому что непонятно, что с этим делать. Мы иногда стараемся сделать так, чтобы у нас была подмена работодателя. Или, например, чтобы два работодателя... Будут два, так два. Хорошо, что два. Но один хотя бы сменит другого в случае форс-мажора. То же самое со студентами, то же самое с преподавателями и с другими сторонами, которые вы хотите привести, выпускниками и так далее. Риски и техники тоже есть. Потому что Zoom, всякая, может связь нарушиться, трансляция не пойти и прочее. Поэтому любой человеческий, технический фактор они здесь срабатывают. Еще один момент. Это... Смотрю, что тут смотрят пять человек, но сообщений вроде как нет. Коллеги, на YouTube тоже можете задавать вопросы. Я их увижу и отвечу на них обязательно. Что я там начала говорить? Уже забыла, пока делала комментарии про YouTube. Риски... А, да, поскольку это эмоциональное мероприятие, то есть все на эмоциях. Кому-то может не нравиться, что вскрываются какие-то нелицеприятные подробности. То вот как раз задача модератора это все по возможности снижать градус этого обсуждения. Да там, да что ты такое, сволочь, говоришь студент, да как ты можешь заявлять, что там вот что-то, я там рубаху на себе рвал, чтобы вам было хорошо, а ты... То есть вот это все нужно снимать максимально, предупреждать изначально коллеги, это не про то, чтобы критиковать тех, кто пришел нам рассказать про нашу программу. Это про улучшение. Давайте думать в сторону улучшения, а не кто прав, кто не прав. Вот эти моменты тут психологически могут возникать. Это про человеческий фактор. Жесткий тайминг, уже упомянула, он беспрецедентный. То есть никаких прецедентов на увеличение тайминга по отношению к кому, который вы запланировали, быть не может. Не может. Ну, разве что на самом последнем этапе. Ой, мы еще не доделали презентацию, ну, 5 минут, 5 минут, а эти пока ушли курить. Ладно, да, но в принципе нет, не идем на поводу у таких вещей. Ну, и не все понимают, как действовать в условиях недостатка информации. Это на самом деле очень интересная штука. То есть вот у нас на последнем хакатоне как раз проректор, который был на обучении, он сидел в команде университета, который разрабатывал другое решение, они положение у руководителя образовательной программы делали. Они не участвовали в хакатоне. И со стороны ему тоже стало казаться, что не хватает информации. Нам бы еще вот это знать, вот это, а ценовая политика, а вот это, а вот это, вот это, вот это. Но на самом деле хакатон всегда в условиях ограничения информации. Это, кстати говоря, ну, такая проекция реальной ситуации, потому что мы всегда действуем в условиях недостатка информации. Абсолютно всегда, без исключения это происходит. Поэтому коллеги, вот этот момент, его нужно сразу предупредить, сказать, да, коллеги, ну, не все, не всю статистику. Вот, пожалуйста, изучайте потом. Сейчас нам важны быстрые решения по эмоциям, по результатам, по опросам реальных людей, которые реально взаимодействуют с нашей программой. И в этом ценность хакатона. Не в том, что вы взяли весь комплекс данных и сумели его обработать за полтора часа. Это невозможно. И навряд ли приведет к быстрому результату. А мы именно про это, да, то есть хакатон, он именно про это. А как строить дорожную карту клиента? Будет ли на программе руководитель образовательной программы этот полезный инструмент? Ну, обязательно. Custom & Journey Map мы строим и на ДПО, и на РОПе. РОП руководитель образовательной программы. Обязательно. Конечно. Это ключевой инструмент. На основе него мы постраиваем карту тачпоинтцев с клиентом и на основе этого воронку продаж. Потому что на многих РОПах сейчас повешена функция. вот это вот самое, которое обязательно простройте, как вы будете продавать программу. Несчастный РОП, который только учебный план учился писать. Какие еще продажи, вы о чем? Какое позиционирование? Какой лендинг программы? Отстаньте, я обычный преподаватель, на которого навесили эту функцию. Ну вот мы показываем взаимосвязь инструментов, не то чтобы очень простых, но если сесть и делать, то это действительно сделается. И ты уже поймешь, куда тебе идти, уже поймешь, и как лендинг ваять, и как что добавить в позиционирование программы. То есть такое, знаете, для обывателей с одной стороны, с другой, у нас и маркетологи сейчас учатся на ДПО и тоже в восторге от того, как мы это все соединили между собой. А для руководителя и образовательной программы тем более важно, потому что на ДПО мы имеем результат здесь и сейчас, а у вас, коллеги, отсроченный результат на 4 или на 2 года. Если это вы ожидаете результатов по набору, то на год отсроченный результат и кто его знает, что вы делаете сейчас, когда принесет этот самый результат. Поэтому у вас особенно важно применение этих инструментов, что вы не путем проб и ошибок, у вас тут очень дорогая цена проб и ошибок, да, это целый год, это минус ставки, это минус зарплаты, это вообще ужас для университета, не набранная программа. У вас цена дорога, поэтому нужно учиться эти инструменты применять. Ну вот это QR-код на учебный центр подготовки руководителей и буквально 5 минут у нас осталось, без 2 минут 11, я все-таки укладываюсь в час, почти чуть-чуть побольше, про нашу программу. Значит, это повышение квалификации, это программа на 3 модуля, это мы так называем длинная программа повышения квалификации, где мы учимся ключевым навыкам руководителя образовательной программы. Как проектировать программу, как ее совершенствовать, как проводить редизайн, как использовать упомянутые и неупомянутые мной инструменты проектного менеджмента, как выстраивать координацию всех заинтересантов образовательной программы, как продвигать, как выстраивать комплекс маркетинга, специальный модуль у нас посвящен именно маркетингу. Ну и вот в этом году мы задумали стажировку в высшей школе экономики для обучающихся, чтобы показали, как вот у нас делается, что именно делается, и что именно из того, что делается в одном из ведущих вузов России, можно применять в других университетах. В чем сила наша, мы считаем, в том числе, в том, что мы даем разных экспертов из разных университетов, не только ведущих. То есть у нас тут представлена как экспертиза вышки разных ведущих вузов, так и региональных неведущих, поэтому здесь самую разную палитру инструментов вы получите. Нам всегда ставят это в плюс, когда пишут отзывы, что вы вот не только про, а еще и про. Для кого программа здесь представлена, в общем-то я уже всех этих целевой аудиторий все это уже перечислила. Но здесь преимуществ достаточно много. Вот, кстати, к вопросу о первом пункте, вот хакатон, это как раз проект, отработка навыков здесь и сейчас. Вообще ничего не откладывать, стараться делать здесь и сейчас, поэтому у нас межмодульная практика всегда, как минимум одна предусмотрена, и мы ее выстраиваем по желаниям наших слушателей. Вот там, ой, мы хотим лендинг вместе с вами простроить, значит, лендинг простраиваем. Мы хотим вот этот инструмент, давайте подробнее, обсудим, давайте. А мы хотим проинтервьюировать вот этого коллегу, который там рассказывал про продюсирование программ высшего образования, значит, этим будем заниматься. Для этого практики предназначены. Ну, остальное вы сможете почитать на слайде. Презентацию, наши презентации программы мы вам пришлем. Очно-заочный формат, но это-то просто для документов. Получается, у нас два модуля в онлайне, один в оффлайне, в Кочубей-центре, фотографии, которые я вам показывала. Онлайн-занятия проводим в Zoom, обязательно работаем на МИРО, поэтому всех обучаем, кому это нужно, кто не совсем уверен, что он сможет работать на МИРО практически. Ну, и удостоверение о повышении квалификации. Все обучение занимает три месяца. Ну, как правило, всем все удобно, то есть таких вот больших жалоб на режим обучения нет, поэтому он выстраданный режим. Учимся с утра, три дня у нас занимают онлайн-модули, четыре часа с утра, чтобы Дальний Восток смог учиться, что, повторюсь, у нас всегда богатая география. Ну, вот тут вы видите разные штуки, которые мы применяем на обучение. Вот это принтскрин, одно из Доски МИРО, как раз где мы учим, как проводить правильный свод-анализ, связывать со смарт-анализом и делать качественно-количественные выводы. Так не делает никто, только мы так учим делать. Три модуля. Первый посвящен проектированию, дизайну, управлению образовательной программы. Второй – маркетингу и позиционированию образовательной программы. Третий – сервис дизайна, менеджменту качества и цифровым параметрам трансформации образовательной программы. Посмотрю, что вы написали. Что нужно, чтобы записаться на программу? Так, коллеги, сейчас я попрошу модератора скинуть ссылочку, сейчас она будет тоже в конце, конечно, в нашей презентации, но можно скинуть ссылочку и в чат тоже. Как получить документы, регулирующие участие в обучении на курсе РОП? Коллеги, у нас пакет документов полностью готов, регистрируйтесь. На сайте у нас есть пакет документов, договор и все, что с этим связано, анкеты, заявления и прочее. Наши менеджеры вас проконсультируют по всем этим вопросам. Все коллизии, возникающие на обеих сторонах университетской бюрократии, мы не исключение, мы решаем с успехом со всеми нашими слушателями. Да, вот, спасибо, Ирина Борисовна, уже ссылку скинули. Благодарю. Ну, коллеги, еще из важного это отзывы, ну, они у нас действительно хорошие по этой программе, ничего не могу сказать, хвалят экспертов в саму программу. Здесь даты, в которые мы проводим обучение представлены. Повторюсь, мы эту презентацию вам вышли для более подробного ознакомления, чтобы сейчас вас не задерживать. Мои данные, как руководителя программы, project manager программы, она как раз вам отвечает в чате на этом вебинаре. И мы даем вам скидку, тот самый бонус на 10% скидки на участие в обучении, как участникам данного вебинара. Если вы промокод не ввели, допустим, что вы уже зарегистрированы, смотрю, что здесь есть те, кто уже зарегистрировался на курс, то вы тогда сообщаете нашим менеджерам, чтобы вам переделали договор с учетом этой самой скидки, потому что вы были участником вебинара. Ну, коллеги, если есть вопросы, буду рада ответить. Если нет, то ждем вас в нашем телеграм-канале, где мы шаблоны разместим необходимые. Ирина Борисовна, можно еще раз скинуть телеграм-канал сейчас в финале нашего вебинара. Ну, и на наших программах и на наших будущих вебинарах Роб и его команда этот проект у нас стартовал, и теперь вебинары бесплатные, будем проводить на регулярной основе. Если у вас есть идеи для вебинаров, тем, что это может быть, пожалуйста, предлагайте, возможно, вы сами станете экспертом вебинара, а может быть, экспертом наших программ. Мы здесь ищем, расширяемся, ищем новые идеи, новые кейсы. Коллеги, благодарю за внимание. Среди участников онлайн-трансляции у нас вроде бы не появилось вопросов. Здесь что-то такое написали. Ага, просто Ирина Борисовна еще раз ссылочку скинула. Ну, будем считать, что вам все понятно. Я очень рада, на самом деле, потому что боялась, что объяснение будет сбивчивым. Счастливо и до новых встреч. Всего хорошего.